здравствуйте дорогие друзья гости вам канала сегодня будем подготавливать горячему ковчению моските 3 вида рыбки скумбрия селедка и горбуша таких два сапсал мне горбушкой селедка такая качество не очень даже где-то шкурка у нее порвано вот такая вот просто осталось но мы ее при аминимируем и сделал горячее копчение рыбка вот это вот скумбрия где-то 200 плюс 300 плюс также селедка 300 плюс ну и горбушки такие небольшие сейчас мы разделаем и было чем подготавливать уже непосредственно копчением засолки засолки а потом уже копчение ну сначала мы селедку разделаем чешуя не чищу дальше нам не используется будет она будет использовать только для горячего копчения для себя знакомых друзей голову можно не удалять кто будет горячее копчение я буду удалять и без головы больше нравится но потрошим обязательно а то некоторые до горячего копчения не не потрошат селедку скумбрия ну не знаю наверное вкусно кушать кишки проваренные внутри такая ничего вроде ребра не отходят он этот вылез чего напиталась потрошим черную пленочку удаляем я удаляю так-то для горячего копчения селедка на не сильно горчит так что кто как можно и не удалять в принципе другой рыбе да она больше дает здесь селедки скумбрии она как-то и не замечал что сильно давала какую-то горечь но лучше удалить такие селедки вторую разделаем разделаем рыбу и идем промываем хорошенько о промываем ну просто от крови промываем от лишней какой-то там грязи ледяной водой холодной это тоже такая какая-то не очень селедочка но для горячего копчения она пойдет видать она несколько раз размораживал замораживалась селедка купленном магазине давно когда-то лежала в холодильнике вот сейчас мы сделаем горячего копчения ребра не отходит значит еще не все потеряно в этой рыбе очищая почку всю эту кровинку все промываем также поступаем скумбрия скумбрия небольшая это 200 плюс это 300 тоже голову можно не удалять можно удалять я буду удалять не был как рассказал нравится рыба горячего копчения без головы вы кишки соответственно я тоже буду удалять все рыбку чистим потрошим и идем промывать холодной ледяной водой ну никак не теплой и осталось нам почистить горбушу горбушка два самца тоже потрошим тоже гола буду удалять еще раз напоминаю голову можно не удалять это уже моя прихоть это делаю для себя почку обязательно удаляю раз самец два самец сейчас это все всю рыбку идем промываем холодной водой всю рыбку промыли начинаем солить рассол я сварил предварительно предварительно сваренный рассол и охлажденный прям чтоб такой прям на балконку выносить и чтоб прям был холодный рассол там пока вода и соль на литр воды 250 грамм соли на литр воды 250 грамм соли и начинаем солить вот это пугает вот здесь главное температура и время выдержки укладываем сначала покрупнее в тару горбушку скумбрия и селедка и заливаем этим рассолом еще раз напоминаю на литр воды 250 грамм соли заливаем вот чтоб рыба была покрыта этим рассолом как только она покроется рассолом все хватит положим тарелочку и холодильник прохладное место лоджия подвал там и так далее селедка в этом рассоле селедка сейчас будет сами солиться вот этот размер селедки 300 плюс будет солиться 30 минут больше все достаточно 30 минут что селедка что скумбрия будет солиться вот в этом рассоле горбуша в этом рассоле будет солиться 3 часа просаливаться для горячего копчения засекая время 30 минут пошло через 30 минут достаем селедку скумбрию хорошенько промываем холодной водой чтоб смыть рассол который будет поверхностно чтоб смыть его если вы не смоете вас рыба будет пересолена хорошенько промываем холодной водой сушим салфетками делаем обвязку горбушу оставляем получается еще на два с половиной часа после того как достанет селедку со скумбрией прошло 30 минут как мы засорили селедку со скумбрией сейчас мы достаем с этого рассола горбушу мы еще оставляем на два с половиной часа достаём мелкую рыбку и идем промываем холодной водой желатросов который сверху чтобы он был смытый ну а потом протираем салфетками полотенчиками и делаем обвязку но обвязку уже буду делать вместе с горбушей вот и прошли три часа сейчас достаем горбушку промываем хорошенько холодной водой прям хорошенечко еще раз удаляем все всякие остатки нем не нужные с рыбки хорошенько именно холодной водой промываем это сейчас там рассоли все и все и приступим к обвязке обвязку как я уже говорил лучше делать смоченной веревкой мокрой сразу замочили так обвязываем каждую рыбку чтобы подготовили к горячему копчению брюшко складываем так она более красива и эстетично будет выглядеть ну и завязываем по хребту прям на кость такая рыбка у нас отправится копиться в горячем копчении ну и осталась очень качественная селедочка у нас порепанная трещинка у нее на шкуре но мы ее тоже сделаем горячего копчения брюшко заворачиваем потому что если она по кости пойдет то вас порвет ну вот все обвязали две горбушки две скумбрии небольших и две селедины тоже небольших пойдем покоптим ну все отправляем рыбку на горячее копчение вешаем в коптильню уже прогретую чтобы она была теплая коптильня доводим температуру до 80 градусов ну коптильня уже теплая у меня там сейчас уже уже остыла я ее прогрел до 80 сейчас снова поднимаем до 80 и при 80 выдерживаем в течение 30 минут 30 минут мы это идет сушка просушиваем ее температура 60 сейчас буквально минут 5-10 она поднимется до 80 и при 80 держим в течение 30 минут температура 80 даже чуть больше разгоняем на 110 переводим это на 90 и там будет подерживаться температура около 80 но сейчас проверим 80 там или нет видите погасла лампочка ровно на 80 я поставлю на 90 потому что разбег рыбка ниже там температура сейчас где-то 75-78 а в верхней точке 80 так что здесь доводим до 85 где-то так что смело ставим на 90 засекаем время время пошло обсушка 30 минут ну все прошло 30 минут шиб вот этот я повесил прямо напротив рыбы при 80 градусов сушилось в течение 30 минут сейчас повышаем температуру до максимума 95-100 градусов вот в это время будет прожарка рыбы проварка прожарка рыбы будет идти как только достигли температуру 95-100 градусов пускаем дым закладываем дровишки пускаем дым и коптим также в течение 30 минут уже при 95-100 градусах это и будет горячее копчение в Москве статику не включаем температура начинает расти уже 81 терморегулятор на 110 температура полезла вверх догоняем до 95 я буду до 95 догонять и соответственно пущу дым дровишки дым и будет она коптиться в течение 30 минут ну все температура достигла 95 она сейчас еще дальше продолжает расти это ничего страшного до 110 градусов можно смело поднимать коптить рыбу горячего копчения пускаю дым сейчас буквально 5 минут и будет дымов коптильни и засекаем время 30 минут прошло полчаса коптить и закончил там в верхней точке чуть больше 100 возле рыбы 99 градусов выключаем нагрев вытяжку помощнее чтобы лишний дым вытянуло минут 5 и будем открывать все везде все выключено открываем смотрим что у нас получилось уверен что все отлично у нас получилось и горбушка горячая сейчас перчатку одену и достану сейчас мы их не трогаем вот как и есть маленько вытащили чтобы они остыли чтобы рыбка вся остыла тогда она станет более плотная и ее можно будет снимать прям вот так пускай остывает золотистая не перекопченная рыбка готова я уверен 100% сокол с нее бежит нигде ничего не порвало ее шкурка вся целая если выполнять все эти режимы копчения то у вас все получится отлично селедка которая плохого качества вон скумбрия вон селедка вот скумбрия ждем полного остывания хотя бы до комнаты температуры сыграл 125-30 и будем кушать ее вот рыбка и остыла отлежался в холодильнике несколько часов но она все равно остается сочной вкусной даже от горбуша сейчас мы ниточки убираем ну не со всех конечно с трех уберем видов рыбки а с этих не будем убирать вот так вот сделаем убираем ниточки и обязательно все это попробую как легко ну видите нитки снимаются не припеклись не прижарились не порвали ничего ну не мясо не шкуру шкура как вы видите даже с этой плохой селедки это вот и было она вот видите вся целенькая шкурка правда съеживалась но скумбрия такая аж блестит убираем нитки горбуша селедка шкуру порвал сам ножом ну ладно жирная и сочная даже вот видите даже если она чуть-чуть прилипла она шкуру не рвет отходит все хорошо ну и скумбрия ну и еще один совет забыл добавить когда протыкаете шампуром если делаете в коптирной мазке там ну где шампура хребет вот этот хребет не протыкайте протыкать лучше рядом с хребтом рядышком и вот здесь соответственно вот была нитка вот так вот это в случае чего если будет наружен температурный режим чтобы она у вас повисла на нитке а не свалилась куда-нибудь там и не сгорела на поддоне это на всякий случай хребет лучше не протыкать саму кости имею ввиду вот такие вот три рыбоньки горбуша хребет хребет кости видите вот они кости у рыбы горячего копчения все кости должны отходить легко вообще просто должны просто отлетать если делаете конечно полугорячее копчение то там надо постараться их еще брать вот они все коточки не все ну это хребту пристало мясо видите остается хребет и вот оно мясо просто берем вот так вот нам сочное вот видите сочное вкусное малосольное непересушенное прям огонь вот так вот мясо должно отходить от рыбки так кусочки в сторону селедка многие не любят селедку горячего копчения видите кости аж вылетают у нее но она плотно она держится все ну почему не любят не знаю наверное может просто не сталкивались как вкусно ее приготовить горячего копчения видите она сочной мы руки всем жиру малосольное вкусное селедочка горячего копчения сейчас со шкуркой можно есть так ну и осталась кубрия вот она кость она сама отвалилась хребет коточки в сторону очень вкусная малосольная рыбка горячего копчения пользуйтесь рецептом соблюдайте температурные режимы и у вас 100% такая же получится всем приятного аппетита и до скорых встреч